Меня зовут Демиденко Сергей Владимирович, я художник-график из города Донково Липецкой области. Сегодня в стенах Центрального дома Российской Армии, именно Фрунзе, я представляю свою персональную выставку, которая называется «Подъемная сила», посвященная ВКС России. Добрый день, уважаемые друзья, очень приятно, что в стенах Центрального дома Российской Армии в выставочный зал отдела культуры сегодня проводят открытие выставки замечательного и интересного художника Сергея Демиденко. У него свое понимание мира, он этот мир старается сделать лучше, отражает его в своих картинах. Нам очень приятно, что выставка развернулась в наших стенах, и надеемся на новые встречи с автором. Всего доброго, с уважением Михаилу Михайловичу. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что настало время торжественного открытия художественной выставки. Выставка у нас называется «На небесных рубежах», но художникая версия называется «Подъемная сила». Почему такое немножечко расхождение у нас? Дело в том, что мы хотели сделать эту выставку и приурочить ее непременно к объему объекта Воздушных сил Российской Федерации. И я думаю, что эта выставка так раскладывается. Мы ее сегодня, 12 июля, открываем, а продолжение у нее будет до августа, до 12 августа. Я думаю, нас в этом вопросе поддержат наш художник, поддержат все его друзья, те, которые так или иначе связаны с той темой, которая сегодня представлена. Сегодня мы вам представляем 28 графических полосин, правильно сказать, графических листов. И выполнены они в той технике, которую мы еще не представляем в Центральном доме Российской Армии. Эта техника называется «Выполнена акварельными карандашами и пастелью». Техника очень тонкая, очень воздушная, очень бархатная. И я бы так сказала, если вы сегодня пройдете по нашей маленькой гостиной, вы определенно почувствуете некоторую такую сказочность и, может быть, даже ощущение баллады. Как будто вы читаете и пересчитываете свои детские книги, вы пересматриваете хорошие фильмы, и эта выставка оставляет непременно самым добрым чувством в душе человека, даже несмотря на то, что она носит глубоковый теоретический смысл. Для открытия выставки этого микрофона приглашаю начальника отдела культуры, заслуженного парадомника культуры, Гарна Гаил Михайловича. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые гости и коллеги. Нам очень приятно, что вы открытыми на нашем предложении и пришли разъявить радость вместе с Сергеем. Автором замечательный выставник. Вы знаете, говорить о художнике, не говорить о нем как о человеке, наверное, невозможно. Совсем недавно она судьба свела, но, глядя в эти глаза, открытое русское лицо, чувствуется широта души. И он мастер своего дела. Работы необычные. Правильно сказала Владимир Владимирович, что у нас такое представляется в первую. Но можно сказать, что полюбиться с первого взгляда. Хочется вам поблагодарить за то, что вы приняли решение в наших стенах открыли эту выставку, вы ездите с нами. Пожелаю вам, что получите всех успехов. И милости просим вас и ваших коллег в добрый час. А можно, пожалуйста, мне еще раз добавить о этих работах. Дело в том, что все, что выполнило пастелью и аморийными крантажами, в отличие от живописи, очень крупные вещи. Перевозить, представлять весьма и весьма сложно. Художнику раз, от раза после каждой выставки, наверное, приходится что-то вновь и вновь восстанавливать, потому как пастель, он имеет такую особенность, и нас упоминется. И именно эти работы, хочется сказать следующее, что они были представлены до Центрального Дом России старого клуба ВКС, хорошо вам так знакомо. Работы были представлены замечательно, широко, и именно это повлияло на наш выбор, чтобы сегодня представить здесь выставку. И стоит еще добавить один такой момент, что внизу на первом этаже мы представляем выставку, «Они сражались за Родину», это город Ильи. Сегодня мы вам представляем выставку на небесных рубежах, это город Липецк. И следующую выставку, которую мы будем представлять буквально на следующей неделе, она будет из города Ростова-на-Дону. Это лето, у нас биография. В слово, в поддержку художника Сергея Давидевна представляется другу, исполнителю авторских песен, Бабков Евгений. Добрый день всем. Я с удовольствием сегодня присутствую здесь. Сергеем мы уже, в общем-то, давно знакомы. Я с удовольствием поддерживаю на всех выставках этого талантливого человека и добрейшей души товарища. Я спою песню, которая буквально недавно родилась на стихи Олега Столярова. Песня называется «Дети мамкина». Все вы знаете, наверное, о подвиге летчика мамкина Александра Петровича, который, вывозя детей из немецкого прилла, сгорел буквально в кабине, но посадил горящий самолет и спас детей. И дети эти со временем стали кто учителями, кто инженерами, и у них внуки и правнуки, и они помнят своего отца, у которого не было детей. 27 лет ему было. Он горел, он горел за штурмалом, спасает детей. Разве этого мало? Попробуй суметь. Он в огне исчезая, Их бросить не смог. Столь сынкина какая, Веки меня, Бог. Их глазуны не смог он Никак обмануть. Детский вьющийся локом Продолжил он путь, Продолжил он путь, Как он ломок и прыток, Постойный трезвой, У немецких сииток Присеет водой. И сажая в машину В кромешном огне, С Богом деток невинных Он спас на ровне. В поле мирно цветочки Отныне цветут, И не ведают точно, Что не ломок и праздник. И не деманкинообразных Живут в городах, Им отец их прекрасный Является в сынах, Улыбается с неба, Весел и смел. Он отцом в жизни не был, Увы, не успел. Улыбается с неба, Весел и смел. Он отцом в жизни не был, Увы, не успел. Спасибо. У каждого художника Есть своя муза. И на этих полотнах Тоже присутствует муза, Которая вдохновляла Нашего художника. И это человек, Который нам очень хорошо знаком, Которого мы не раз встречали В наших стенах, Горячо приветствовали И даже исполняем песни. Это подковник авиации, Вице-президент Союза женщин Летной специальности Авиатриса Скорбова-Кошина Галина Петровна. Сегодня Галина Петровна По обстоятельствам Не могла прибыть, Но она встречала Эту выставку в Чикарусском. Я знаю, что Она изображена На некоторых полотнах. И я бы просто хотела, Чтобы мы поприветствовали Галину Петровну Аплодисментами. Продолжение нашей Музыкальной программы У нас буквально За две минуты До открытия выставки Образовалась Такое необычное Такое необычное Предложение От Валерия Богодельщикова. Он сейчас Представит нам Свои песни. Мы его И услышим За Инструменты. Спасибо, Попереджио. Спасибо. Дорогие друзья, Я хочу Перед всеми, Перед вами Просто На колени стою За то, Что вы пришли Поддержали Моего любимого Тройорого брата Сережу. Дело в том, Что вот эти все работы Я Свидетель Описания И Одна из них Моя любимая Я хочу Нарчить память Великой Великой Женщины Которая Летала Марина Лаврентьевна Попович Я думаю, Конечно, Все ее знаете Сережа Замечательно Меня все Образил И я в даль Сегодняшнего Вот этого Прекрасного Не знаю День, Вечер Вот еще Покатень Хочу спеть Песню Александра Николаевна Ахмутовой На стихе Николая Николаевича Дворонравлова Спасибо вам Спасибо всем Кто мне даст Сегодня возможность Вас выступить А вам спасибо За поддержку Сергею Итак Еще хочу сказать Здесь Вела концета Дина Антонна Григорьевна Диктор Я с ней дружу Она называет Все Меня называют Диктора Николая Антонна Григорьевна Мадам Нежность Вот и давайте Мы сегодня Отдадим Нашу нежность Марине Лаврентьевне Попойце Митец Александром Николаевным Папу Николай Николаевич Добрал Сереже Митец 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 Вот стены такого учреждения интересного и масштабного. Я думаю, что мы будем расстаться за каждой работе в отдельности. И сейчас с нами останутся те, кто закончил из первого уста, из того, чтобы узнать историю, которую он изобразил нам по поводу. Но тем не менее, я хочу сказать, даю всех небо и самую согласность. Все мы хотим о том, мир, стабильности, и о том, чтобы наконец наступил это равновесие, которое мы так долго, долго ждали. И те волны, которые сейчас у Сергея без лишней сложности, можно сказать, они активны. На них идет очень большое движение, мы даже знаем, какое это движение. Но тем не менее, мы чувствуем обидно в ладу, мир, и мы ожидаем, что все это, все это скоро-скоро придет и в наш долг, и в нашу жизнь. Спасибо. Друзья мои, гости мои, коллеги мои, мы знаем, что мы сегодня, мы все с вами немножечко готовимся еще к одному мероприятию, которое наступит в 15 часов 30 минут. И многих уже ожидают в другом зале. Поэтому те, кому интересно остаться здесь с нами, у кого есть на это возможность, мы с удовольствием проведем экскурсию по тем работам, которые здесь представлены. Я думаю, что стоит послушать самого художника, потому как гастроли у художника, теперь он отправится обратно домой, в Липецк. И вряд ли мы услышим то, что закладывалось, какая тайна в каждой из этих графических песков. Спасибо. Спасибо вам. От меня, от слуха, потому что я, человек, я не могу. Нам интересно, интересно, конечно. Спасибо. Здесь представлены пилотажные группы России. С этой стороны, если посмотреть, беру такой символический вариант, как главный орел. Это сокол, это беркут. Беркут – это пилотажная группа беркута на И-28, которые у нас выступают. Сокол – это пилотажная группа сокола России, которая у нас в Липецке фасируется. Это русский витязи. Была пилотажная группа воздушных гусары, стрижи. И здесь представлены Ту-160 белые лебеди, наши ракетоносцы. И как раз немножко такое изображение, вот беркут, сокол. И здесь снизу, вот видите, здесь гусары. Вот, эта вот работа посвящена авиации, нашей авиационной группе. Следующая работа у меня посвящена ВКС нашему всему. Ну, немножко тут я, как говорится, уже потом, когда я в САМИ ВКС выставлялся, они сказали, немножко у тебя не хватает противозенита. Ну, на корабле уже есть, ну ладно, но надо что-нибудь такой сухопул, наверное, хорошо добавлять. Здесь у меня работа посвящена пилотажной группе беркуты, такая символическая тоже. Сами вертолеты, когда они делают застрел тепловых ловушек во время шелка на МАКС, также они заходят в луку и делаются застрелы, как цветов. Вердолеты на камово имеют соосную систему, бинт с бинтом, не как стандартно мы видели. Они очень устойчивые при ветрах разных сопротивлений. И камовский вертолет применяется как охотники с бодрой водки, там, со всякими гидроакустическими системами. Они очень хорошо в море выполняют эту палубу, авианос, а дыролку здесь нет. Вертолет морской авиации МИСИЧ-14. Самый крупный вертолет в мире, никто даже американцы, сикорцы, не предназошел, МИ-26. Здесь вот рядом стоит МИ-1, его самый первый. И вдали В-12 это был вариант винтокрыл, который, ну, немножко не пошел в серию, что-то там. Может быть, если бы ему дали возможность, он бы, конечно, доработал. Вот Камов тоже, вот сверху, если посмотрим, он там, у нас девушка летит, тоже винтокрыл, находится камовский вариант. У Камова еще, он даже разрабатывал, был вертолет огневой поддержки. В общем, он размером был, как бы, МИ-26, но именно с вооружением совсем такой тяжелый. Эта работа посвящена Крещению Руси. Ну, как, я когда обычно в праздники выходил, я здесь в Москве, Крещение Руси, там картинка художники наставают, и группа людей в воде, сверху священник, там князь и крестит их. Все. А я столкнулся с таким планом и задал вопрос, а что дало Крещение Руси, вообще что? И вот этот план, как бы, наш, линейная перспектива, уходят, вот люди крестятся, а дальше расширяется иконопись от человека, идет, как в иконе, обратная линейная перспектива, и представлены все исторические. Ну, вот пример Суворов у нас, сейчас святой, вот полководец, князь Дмитрий Носков, Александр Невский, Нахимов, Гоголь, хотя вот там, иногда говорят, Гоголь чертовщину писал, но это, как бы, дань моди на тот момент была, типа Эдгар Анау Ахрон, а у него очень, он очень хорошо знал христианство, у него даже книга есть посвященная, большой, да. Ломоносов, Мушкин, и дальше уже наша космонавтика, авиация, все, что вот это, подъем расширения. Ой, это моя закатная ставка, здесь тревний доход, самая первая, это Родина-Мать завернут, здесь вот, ну, не знаю, я к Питеру, я сейчас какие-нибудь ракурсы, вот завернусь, чтобы это куда-то, как-то так, не сквозь, а стрелинуло, здесь сам памятник, на Мавану Кургане Родина-Мать, памятник в Берлине, воину с ребенком, и памятник на том же Мавану Кургане, там в приходе, в водоеме стоит, как раз, это делали на основе генерала Чуйкова, был такой генерал Чуйков, который освобождал Польшу, который теперь его критикует, типа Купан, на самом деле это освобождал. Здесь работа посвящена майский вальс. Ну, первоначально хотелось что-то ближе, ну, к истории как бы получилось, это 34 есть, и сад такой, в Вене есть, и Вена сама, и Дунай есть, присутствует. Но, следуя по тексту, как там гармонист играл и видел Родину. Там вот тут как раз есть Родина. Да, спасибо, Лена. Вот здесь вот такой исторический план, когда хотел создавать эту работу, ну, в самой Вене вроде бы, но, оказалось, перекопал множество фотографий. Вальс был. Играли, да, был это такой момент, все зафиксировано, фотографами все было. Сада цветущего не было. На тот момент Вена была, после вот этих боевых действий, все это, сад весь был никакой. Но зато за Веной, оказывается, есть тоже сад большой, и он свел в этот момент уже. Вот я перенес всех туда, и здесь вот исторический Дунай, он еще до 50-х годов, одноканальных, после 50-х его разделили на двоканалы. А здесь подвиг русского солдата. Ну, получилось, как говорится, у меня были друзья из байкеров, с Украины, вот, хорошие ребята все, ну, как говорится, они именно, как, настроены за Россию были. И вот они каждый год делали, как говорится, с паломничеством отвечает 9 мая, памятник русскому солдату в Новое Одессе стоит. Вот, и как-то они мне прислали фотографию, они стояли внизу там, вся рука, все равно вот этот памятник так мощно возвышался. И попалась у меня тут же, вот как-то, на момент, на памятник вот этого троих солдат, это в крепости Орешек под Петербургом, на острове, которая, повторю, вот в Брестской крепости. И я вот как бы объединил два сюжета, два таких памятника, что подлик солдат совершенно, и как бы троица-петуховая. Шостакович, Ленинградский оркестр, дирижон, Капу и Ярд. Вот. Спасибо. И вот как раз так. Я вот немножко забываю имя там, фамилия и имена, сюжеты я помню, все равно, от Валерия, мой брат, он хорошо знает, он сам музыкант, все, поэтому спасибо ему. И вот мы здесь видим сам Шостакович, ленинградцы, этот Ленинград, все образы Ленинграда, который, оркестр, и его плавного смычки, если смотреть, они перетекают в орудие, потому что, как говорится, когда они услышали, я не знаю, как было, то ли легенда, то ли пыль, что они сказали, мы не победим их. Когда они услышали, вот обещалась эта симфония на весь город, мы их не победим, если они такое вот. Было, было. Да, Сергей, можно я останавливаюсь вот на этой работе о ленинградской симфонии, когда мы делали развеску этих работ, мы с моими коллегами сразу обратили внимание на эту работу. Дело в том, что в 24-м году, буквально в январе месяце, мы будем отмечать 80-летие снятия блокады Ленинграда. И я хотела бы от лица наших коллег попросить вас, Сергея, принять участие именно с этой работой. И я думаю, что в точно такой же компании, с этими добрыми глазами и людьми, мы обязательно придем на эту выставку. Друзья мои, художник слово дал, художник слово сдержит. А мы с вами говорим о том, что в январе мы вот эту работу обязательно увидим вновь. Да, хорошо. Дальше уже ну немножко переходим к космосу. Это Игорь Петрович Волк. Работа сделана на основе памятника. Летом открывался памятник Игоря Петрович Волка. Это летчик-испытатель, космонавт, который испытывал наш Уран. Учил его летать. Он испытывал также самолеты МИГи, там сухие. Он, не все, конечно, знают, что вот кобра Пугачева есть. Такая, когда Су-27 заходит на хвост, зависает, там отклоняется, потом опять уходит. Оказывается, он ее создал, вот эту кобру, эту фигуру пилотажа. Он говорит, я отдам своему другу Пугачеву. У меня и так слишком много всяких этих наград там всего. Вот, да. Такой человек, он как бы он больше родил вот за авиацию, за технику, вот так вот планы. И получилось как? Когда открывали памятник, кто-то из присутствующих положил промашки. Я как раз вот получилось, этот ракурс снял и дальше это послужило основой создания всего сюжета. Здесь вот волки бегущие, как бы из облаков образующиеся. Группа, которая работала с Игорем Петровичем, называли Волча Стая. Ну, его Игорь Волк и группу Волча Стая. Вот, здесь вот мы видим самолет Мечта или Мрия и Буран как раз сверху. Вот. Так, дальше можно пойти по авиационной теме. Так, ну, давайте сначала что-то с этой. От Формана до Сухого. Значит, образ России, такой начинающий, значит, такой костюм царских времен. Я не стал сильно, как бы, ну, как сказать, вот, что-то такое. Хотел сначала вроде как царицу, царский костюм и перекопал все. Потом решил, нужно ли чуть-чуть отойти, чтобы это не было прям, и она плавно переходит, если мы видим от рука, маска и шлем уже нашего времени авиационный. На ладони она держит самолет Формана, на которых наши первые летчики в Царской России учились летать. И дальше уже самолет Су-27, который проходит над Москвой на параде, и Крымский берег. В Крыму была создана одна из первых летных училищных школ. Такая географическая картина. Эта картина посвящена Любови Голанчиковой, первая в мире женщина-летчик-испытатель и наша русская летчица. Историю рассказать вам вкратце. Сама она была просто ну как сейчас пилечка там выступала все и у нее был знакомый военный летчик. Он ее пригласил братья, она ее понравилась. Пойдем полетаем. Они полетали, ей очень безумно понравилось. Она раз продает свои вещи все, говорит, куда? К Форману во Францию ехать. Она продает свои вещи, приезжает к Форману хочу летать. Форману напишу. Кру. Толщили. Нет, хочу летать, вот и все. Ну ладно. Будем учить. В итоге она добилась такого уровня, что он ей доверял испытывать первые свои образцы самолетов. Она первый летчик-испытатель. Она потом другая фирма тоже во Франции, там сейчас не помню моделька, ей даже подарили собственный самолет. Когда началась Первая мировая война, она вернулась в Россию, самолет свое отдала в нашу армию и учила летчиков летать. Когда революция уже произошла, эмигрировала в Америку. В Америке летать не дали. Ну не знаю вот чего-то так вот. Много брали интервью, все, работала таксисткой до конца жизни. Здесь представлена крылья над полюсом работа. Это мы делали в ЦАГе. Экспозиция была посвященная перелету СССР США через Северный полюс на самолете АМТ. Ну здесь как бы самолет вроде делался в конструкции с тамбюро Туполева, но разрабатывал вот тогда мало кому известный Сухой, которого сейчас вот мы самолеты Сухого наблюдаем, а летчики Громов и Чкалов. здесь работа посвящена это Новдомкову. Река Дом, которая проходит, разделяет наш город на два берега. Вот здесь город начинается, мост еще времен царской эпохи пережил Вторую мировую войну, его пытались бомбить, бронебой специально пригоняли, стоял, защищал, и вот там начинается наш город, ну высотки я не стал, а сверху как бы троица и два самолета обычно вот летают соколы России из Липецка, прилетают у нас, у них такая тренировка, раскрою, вот у нас тетская труба, и мне это, попали в тетскую трубу, ну тренируются как-то такой вот частенько заход, я вот их сам снимаю, вот если кто у меня в друзьях, там видят фотографии, выходишь поливать там или в огород, и вот они над головой кружат, иногда даже получилось так, что вот в прошлом или позапрошлом году Макс был авиасалон, иду, знакомый бортин, номера стоят, и ребята выглядят головой летать откуда-то с Донгола, вот, здесь работа дух борьбы, но первоначально хотел сделать казакам картину посвященную казачеству, а вышло, что вот, ну не знаю, как-то собралось опять всей нашей российской армии, и танки новые, и калашников, и наши самолеты, и вертолеты мелькамов, самолет сухого мига, эта работа помня, посвящена на том, как бы, нашей такой истории, сегодняшнюю Россию встряхнули, это она такая растрепанная маленькая, в таком немножко уж недоразумении, сзади, за ней образ Александра Невского, он показывает, ну березка такое явление, здесь стрелы с флагами тех, кто на нас нападал, и Франция, Германия, Япония, Турция, Эта работа сделалась, когда началась операция в Сирии, когда нас сирийский президент попросил птицы, называется, потому что у нас вот Су-24, он грач называется, Су-34, бомбардировщик, утенок, белый лебедь, это Ту-160, ну такой образ опять России, и сзади вот ракетный линкор, есть как вот авианосец, а это адмирал Кузнецов ракетный только. Сдуйте. Здесь вот как раз, как вы сейчас представили, на афише подъемная сила, именно вот работа подъемная сила, сама, у авиаторов есть именно термин подъемная сила, и есть в другом плане подъемной силы, я вот долго думал, ломаю голову, как вот эти силы, такие мощности авиации изобразить, ну что, лошадиные силы, мы больше всех знаем от автомобиля, поэтому я изобразил коней, таких рвущихся в небо, вот когда самолет заходил, сел из вираж, когда там трение, воздух трет, сообразуется пар, и вот из этого пара вырываются такие кони, и архангел прилется в небо. Здесь работа посвящена о легенде о Георгии Победоносце. Рассказать легенду о самом как бы, значит, вкратце, один, в общем, один город реализировал дракон, и потребовал, значит, я от вас отстану, только дать наследение принцессу. Принцессу привели, все немножко с греческим эпосом перекликается. Когда появился дракон, небо, как говорится, развернулось и является Георгий Победоносец, но он не убивает дракона, а накладывает печать на уста дракона, перевязывает, как говорится, снимает с себя кушак, отдает принцессе, принцесса делает хомут и приводит в город, то есть показать, победили дракона. А смысл здесь такой, что дракон это наша, как бы сказать, телесная сущность, наши все вот эти желания, страстички, а принцесса это душа. Убить дракона, значит, убить человек самого, то есть здесь нужно как бы смирение и такое все проявлять, но они без божественной силы, потому что если смотреть старые варианты икон, вот на тему Георгия Педоносца, там иногда у него вот уходит стрела вверх, за рамку, как бы туда выше, к Богу, ближе, как бы не без Божьей помощи, вот, и на некоторых вариантах даже икон, вот здесь я показал, он не пробивает, просто наклоняет дракона, кланяет его, поклоняйся, на некоторых вариантах, если видели, он ему язык копьем прокалывает, то есть не убивает, а прикалывает язык, то есть замолчи, нечего тут свои эти, злобные вещи распространять, замолчи, прикалывать язык, ну, я вот в картине так вот изобразил, в холле там висят еще извините, я хочу еще сказать про Сережу, многие вас знают, Сережа с детства приучен к сельскому труду, он мог, жуткая дроза, молнии летают, шарова, он бегает, ловит коров, его папа и мама, моя Людмила и тетя и зят, Людмила Александровна и Владимир Михайлович, почетные железнодорожники, Владимир Михайлович водил тепловозы, а Людмила Александровна была дежурной по станции Яхонтово, рядом с городом Танково, там замечательный, кстати, храм в честь иконы Тихийской Божьей Матери, вот, так что Сережа еще к детству к труду, я, я его старше, на 15 лет, но, я перед ним преклоняюсь, потому что он к труду приучен, в общем-то, и, понимаете, и Бочок молодец, спасибо, он даже маме помогал стрелку раз переводить, они шли, там она не переводилась зимой, ходили, мама, на него спасение, и пришли, продержали, вот правда, это счастливо, я правильный, спасибо вам, Стефана Хабула, чтобы познакомиться на место и пригласили главную переводку, это требование, и меня заинтересовал сначала темный вариант, потому что, как видите, там памятники, я вот такое делал, а потом мне стало интересно, когда я сделал крещение Руси, я показал отец Александра Салтыков, настоятель храма, вот в Толмачах, он же водитель центра иконописи, он говорит, все хорошо, только погодится более теплее, и тут у меня пришла идея, надо попробовать, просто теплее перешел, здесь вот как, сегодня была исполненная работа, посвященная Марине Маховичу, это первая работа перед рекордом, она у нас на Липецком авиацентре делала на Мехе 21, поставила мировой рекорд, а вот здесь сестра Икара, по мотивам ее книги сестры Икара, как говорится, вот этот Мех 21, как бы, и те ее рекорды, что она испытание делала, они потом перешли дальше, вот Мех 29, 27 и последующие, это кто? Марина Побоевича, здесь работа, посвященная космонавтике, вот эта работа у меня была, висела в музее нашей авиации и космонавтики в ДСАУ, в Москве, как раз в первом полете, когда повезли первого спутника, вот как-то у меня происходит уже со второй работой, что первая работа у меня была посвящена Бурану Гагарина, так вот история такая есть, что, ну, она, как говорится, не пыль, ой, ну, пыль, не пылина, не сказка, Гагарин разрабатывал свой Буран, и получилось, у меня моя первая картина попала, именно с гагаринскими разработками Буран настал, и вот эта картина попала тоже старым вариантом спутника, первый вариант запустили, а второй, как бы, дублирующий был, дублён, вот, который ещё Королёв сам держал, здесь работа представлена о нашем всём космосе, луноход, луна-12 спусками, которая доставила первая грунт, вот, космический аппарат робот, который был, мы тогда испытали, выход Леонова, первый старт Гагарина, первый спутник, полёты на Венеру и Марс, и наша станция Мир, вот, ну, по станции Мир, там, вот, многие говорят, что, вот, зарядом затопили, всё, ну, вот, как общаясь с космонавтами, тут до работы, говорят, ну, ребят, он столько не прослужил, потому что солнечная радиация, но всё-таки, как ржавчина влияет. И, здесь работа «Летят журавли» на одноимённую песню Марки Бернеса, говорится, здесь вот, мать с ребёнком, и вот, воины всех, кто защищал, как бы, средние века и к нашему времени, государству. И, вот, с той стороны, у меня работа висит, она немножко созвучна, вот, первая, где русский космос, это «Селима Раусс». Здесь такой, «Атланка» поднимается, ну, это связи, и отправляет в космос все наши космические корабли, та же станция «Мир», «Луноход», «Союз», «Уран», «Ракеты «Восток», вот, что у нас основное такое, как бы, то есть, ну, человек не просто стремится там, чтобы в космос попасть, но еще, ну, как говорится, человеческий разум, наши, вот, ученые, советские, российские, сейчас, мы очень интересные, хорошие машины создаем, и они живут, и продолжают жить. Вот, на двигателе, на нашем двигателе, американцы до сих пор, это не свое. То, что, вот, так же, из общения с фейсмонавтами, те же его проекты, вот, там, «Луна Макс», «Попытка», это все наше споро. Когда Союз развалился, что-то у нас, уперли, они там попытались свое создать, но не идеально. Идеально все-таки, вот, как показывает история нашей космонавтики, да, даже и авиации, вот, тот же, например, 127, он там 10 лет строили, делали, испытывали, прежде чем он пошел в серию. Потому что, сразу, как надо думать, вот, создали самолет, там, или космический аппарат, и он полетел. Но он не сможет полететь, это вот как, так же, как ребенок рождается, он набирает опыт в себя. Так же и машины, летчики с ней, там, вот, испытатели все, инженеры, они набирают опыт с ней. Как она себя ведет, в каких условиях, там, лучше, хуже, что изменить, что добавить, что, может быть, убрать. Вот такой план. Все, большое спасибо вам. Большая просьба вернуться молодых, к картинам, для группового снимка. Это просьба фотографа, мы не можем ему отказать. Он тоже художник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова